Перейдём мы вот к чему. Это наш постоянный триллер, связанный с ростом цен. Я думаю, что тут тоже есть о чём поговорить. Итак, вот на днях просто я решил, в связи с тем, что дорожают базовые продукты, купить себе самогонный аппарат. Я поискал в интернете, ну, совершенно поражает ассортимент, дистилляторы, ректификационные колонны, мини-спирт-заводы. Разбегаются глаза отечественной и иностранного производства. Я должен вам сказать, что маркетологи поработали. Названия просто отличные. Малогабаритный дистиллятор «Катюша», «Могарыч», «Иваныч», «Иваныч», кстати, три модификации, есть «Люкс», «Нептун», «Юпитер Премиум». В общем, гони не хочу, но каждый опытный самогонщик знает, что без сахара никуда. И мы продолжаем наш триллер «Порядок цен». Сегодня важный выпуск. Цены на сахар. Сладкая жизнь стремительно дорожает. В последний месяц года в петербургских магазинах заметно выросли цены на сахар. Обычно в это время из-за сезонных особенностей предложение на рынке увеличивается, и сахар начинает дешеветь. Однако в нынешнем году нашли более серьезные факторы, чем окончание периода переработки и даже чем хороший урожай свеклы. Сахар – это один из основных биржевых товаров, и цены внутри России привязаны к мировым. Вот и получается, что из-за падения рубля наш сахар оказался очень дешевым, ну это если считать в долларах. И рынок теперь отыгрывает эту разницу. Кроме того, на производстве в России широко используется импортная продукция. От семян до оборудования, и падение российской валюты снова сказывается на цене сахара. Эксперты говорят, что иногда производители только ищут повод, чтобы повысить стоимость на свою продукцию. Сегодня у них этот повод появился. В течение года цена сахара держалась на более-менее стабильном уровне, порядка 30 рублей за килограмм. Однако за последние две недели ценник вырос на 20%. И сейчас самое дешевое предложение – это 37 рублей. В следующем году подорожание продолжится, считают эксперты. Ну, во-первых, рубль пока не настроен выходить из крутого пике. А во-вторых, России придется больше импортировать сахар из-за границы, в частности из Белоруссии. В результате, к лету за килограмм нам, возможно, придется платить уже 42 рубля. В общем, валютный рынок опять стоит на страже здорового образа жизни.